Болгары выбрали Путина. Власти испугались и нашли русских шпионов. Статья на Царьграде за 10 февраля 2020 года. Сергей Латышев. По данным Вашингтонского исследовательского центра ПЮ, болгары лучше всех в мире относятся к России и Путину. В этом причина официальной русофобии властей. Глава болгарского движения русофилы Николай Малинов, лауреат Российского ордена Дружбы, в сентябре 2019 года был обвинен в шпионаже по статье, которая не применялась ни к одному человеку в Болгарии с 1978 года. Фактически за налаживание культурных связей и призывы к сближению с Россией. Генпрокуратура Болгарии 23 января официально обвинила трех российских граждан в попытке отравления по трафаретной схеме Скрипалей якобы очень мешавшего России болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и сотрудника его компании Эмко. 24 января внешнеполитическое ведомство Болгарии объявило двух российских дипломатов, занимавшихся де-шпионажем, персонами Нонграда. 26 января они покинули территорию страны. Что происходит? Все это начало происходить, когда София, несмотря на запрет Вашингтона, похоронившего столь выгодный для Болгарии газопровод «Болгарский поток», возобновила тесное сотрудничество с Россией в энергетической сфере, подключилась к турецкому потоку и ударными темпами строит трубопровод к сербской границе, по которому российское голубое топливо потечет также и в соседнюю страну. Церк Ряд уже писал, что всплеск официальной русофобии в Болгарии среди элиты, которая по-прежнему преобладает прозападная и в частности проамериканская ориентация, не случайно совпал с этими событиями. Базовая причина. Однако попытки обострить отношения с Россией вызваны не только этой причиной. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные Вашингтонского исследовательского центра Пью, регулярно проводящего в глобальном масштабе опросы общественного мнения по актуальным проблемам. Именно эта нисколько не симпатизирующая Россия организация невольно назвала даже еще более важную базовую причину лихорадочных антироссийских акций Софии. Ответ на вопрос, почему это так, содержится в обнародованном этой структуре опросе в 33 странах мира об отношении их населения к России и Путину. Оказалось, что благодаря ударной работе западной пропаганды в 16 из 33 стран мира, где проводились опросы, к России относятся скорее негативно, чем позитивно. В самой передовой с точки зрения современных ценностей стране Швеции, например, позитивщиков всего 12%, в почти не уступающих ей по части ценностей Нидерландах 23%, в Британии 26%. Для Западной Европы в целом этот показатель составляет 31%, а в США, благоприятно воспринимавших Россию в 2019 году людей, набралось всего 18%. Все это страны, на которые ориентируется верхушка нынешней Болгарии. По данным опроса, 73% болгар хорошо относятся к России, а 62% респондентов испытывают такие же чувства к ее президенту Владимиру Путину. Оба показателя рекордные для всех 33 стран, в которых американцами замерялись данные рейтинги. На втором и третьем местах в одобрении России оказались словаки и филиппинцы. За что кормим? Где результаты? Естественно, это безобразие Запад ставит на вид болгарским властям, несмотря на многочисленные гранты на безбедную жизнь и другую помощь Запада. В том, чтобы делать карьеру в Софии, выходит, серьезно не дорабатывают. К тому же, столь значительное общественное одобрение России может привести, уже собственно приводит, к неизбежному изменению политики в отношении Москвы, чего Запад и особенно США совершенно не желают допускать. Тот факт, что первое место в русофильстве болгар в глобальном рейтинге американской кампании является результатом их исторической благодарности к русским, освободившим в XIX веке Болгарию дорогой ценой от многовекового турецкого ига, а также объективного сравнения того, как народ жил в период, когда страна ориентировалась на Россию и когда она стала вассалом Запада, Вашингтон и Брюссель совершенно не волнует. Им плевать, как это хорошо видно по попыткам фальсифицировать события Второй мировой войны на историческую правду и не менее на простых людей. То есть большинство болгарского народа, которые сегодня со слезами на глазах вспоминают, как прекрасно они жили по сравнению с сегодняшним днем во времена, когда болгарский слон считался лучшим другом советского. Отсюда и невероятный зуд правящих кругов Болгарии и предпринимаемые Софией одна за другой попытки, дискредитировать Россию. Бенефициары известны, будем бдительны, поэтому и появляются регулярно байки про элитных киллеров ГРУ и пресловутый новичок, изобретатели которого давно живут на Западе и которые в России не производят, которые пытаются убрать услужливого болгарского торговца оружием, хотя Гебрев и через несколько лет после покушения пышет здоровьем. Отсюда и подлые попытки навесить ярлык шпиона на выражающего интересы большинства болгар, главу движения русофила Николая Малинова, чтобы заткнуть рот, запугать его и миллионы сторонников. Этой же целью служит и стремление официальных властей приплести к этим провокациям заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малафеева. Про западная болгарская элита спешит еще немного и ее часть прочно перейдет на сторону народа и соответственно России и тогда уже поздно будет что-либо предпринимать. Это означает, что антироссийские провокации в Болгарии, в том числе и осквернение российских военных памятников, очередной случай, чего произошел буквально на днях, чтобы поссорить братские народы двух стран, будут, увы, продолжаться. Главное не покупаться на них и знать настоящую цену уже состоявшимся и будущим разоблачением. Сергей Латышев специально для Царьград. Болгары выбрали Путина, власти испугались и нашли русских шпионов.